Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Снова мы на финансовых рынках анализируем события минувшего дня и смотрим, как они отработались в динамике инструментов, которыми мы спекулируем. Сегодняшний день будет еще интереснее. В принципе, у нас четверг-пятница. Традиционно два дня, которые насыщены на фундаментальные события. Но сегодня у нас заседание Европейского Центрального Банка. Давно мы его ждем, потому что хочется получить в какой-то коммунике резюме слабых макроэкономических отчетов последних недель в виде мягкой риторики Европейского Центрального Банка. Потому что я по-прежнему настаиваю на то, что евро это аутсайдер и европейская валюта должна котироваться ниже. Мы понемногу спускаемся, но все равно текущее значение по евро-доллару, котировки в районе отметки 1.13, это немного не те значения, которые, на мой взгляд, даже на текущий момент должны быть фундаментально оправданными. Я признаюсь, еще в начале 2019 года сам в начале ждал котировки поближе к отметке 1.10-1.11. Но в данном случае я себя успокаиваю тем, что еще не вечер, потому что вижу, что фон не только не меняется, он, наверное, по еврозоне продолжает ухудшаться. И если среди вас есть оптимисты, то я не знаю, какими надеждами вы живете. Ну, видимо, надеждами о том, что Европейский Центральный Банк ни с того ни с сего все-таки возьмет и повысит процентные ставки, либо признает, что более не нуждается в поддержке экономических стимулов, точнее, признается, что экономика в этих инструментах не нуждается. Мне кажется, это абсолютно не реальный сценарий. Поэтому сегодня, друзья, в 13.00 по московскому времени мы сначала проанализируем с вами данные по ВВП еврозоны. Это будет еще один аргумент, который положат на стол Драги перед его пресс-конференцией и скажут обратить внимание на это. И, конечно же, он будет оперировать актуальными цифрами. В 15.45 мы переключаем внимание на пресс-конференцию ЕЦБ. Это важнее, чем, друзья, процентные ставки. Собственно, точнее, в 15.45 ставки, а спустя 45 минут после этого в 16.30 пресс-конференция. Конечно же, нам важно послушать, что скажет Драги, потому что очевидно, что на текущем этапе со ставками ничего не произойдет. Нам важно услышать прогнозы по экономическому росту и по инфляции. Но на фоне того, что я только что сказал, можно сделать такой пока что предварительный вывод о том, что эти прогнозы будут пересмотрены в худшую сторону. Я в этом практически не сомневаюсь. А завтра у нас Non-Farm Parals, это отчет по американскому рынку труда, еще один релиз по Канаде. Мы реально можем дожать сейчас по паре Доллар-Канаде цель 1.35, что до нее остается несколько десятков пунктов. Это вполне реальные ожидания, может быть, даже в рамках текущей торговой сессии. Я признаюсь, друзья, что я долларом-канадцем хотел с ними, конечно же, поторговать, но все-таки в сделку не стал входить. Но вас держал в курсе, давал рекомендации, что, скорее всего, можно прокатиться на ралли, вызванном крайне слабыми отчетами последних недель. И я думаю, что эта статистика просто перевернула рыночные ожидания по тому, что будет происходить с процентной ставкой Канады. И вчера мы в этом, собственно, убедились. Сейчас поговорим об этом, когда перейдем на пару Доллар-Канадец. Давайте теперь поподробнее. Начнем мы с нефтянки. 66.09, чуть мы поднялись с поддержки 65. И хорошо. Еще лучше то, что мы удержались выше этого уровня и даже немного прибавили. Вот в ходе вчерашнего брифинга мы говорили об уровнях ниже. Мы прибавили, друзья, даже тогда, когда администрация аналитической информации сообщила о том, что запасы нефти на прошлой неделе выросли на 7 миллионов баррелей. Против прогноза там около 2 миллионов. И если мы сопоставим, собственно, эти цифры с отчетом от Американского института нефти, вы легко сможете убедиться в том, что вот такое редчайшее попадание в цель, когда сначала Американский институт нефти говорит о похожем росте запасов, и потом данные подтверждаются официальным ведомством. Но логично отрабатывать эти данные не через рост котировок нефти, а через снижение. И то, что мы не увидели все-таки агрессивные распродажи нефтянки после выхода таких данных, еще раз доказывают, что позиции покупателей на рынке по-прежнему очень сильны, и они не хотят давать возможности продавцам перехватить у них инициативу. Мне лично от этого, друзья, стало спокойнее. Что касается самих цифр, как можно объяснить такой рост, честно говоря, я связываю только с одним, что снова вырос импорт углеводородов на территорию США. Я эти данные еще проверю, но, скорее всего, так оно и есть. Хочу также отметить, друзья, что мы фактически на пороге завершения сезона технического обслуживания крупнейших НПЗ США. Что это значит? Это значит, что через пару-тройку недель мы с вами будем наблюдать последовательную загрузку до максимума практически производственных мощностей, и это, в конце концов, позволит перерабатывать всю накапливаемую нефть, и запасы не будут расти так динамично. Более того, я бы даже сказал, что запасы начнут снова сокращаться. Соответственно, вывод, который мы делаем, текущий фон, он, может быть, и создает какой-то негатив, но этот негатив все равно не в состоянии пересилить позитивные рыночные ожидания, вызванные докладом ближневосточного картеля о том, сколько нефть они сокращают. Вы видите, друзья, то, что последняя активность всех участников энергетического пакта, мы периодически получаем цифры по отдельным странам с Ближнего Востока, вот последний отчет, который мы анализировали уже по России, то, что производство нефти реально сокращается. Впереди апрельское заседание ОПЕК, и кто знает, может быть, на нем снова поднимут вопрос о том, можно ли принять какие-то дополнительные меры, чтобы в конце концов поспособствовать более скорому достижению балансового состояния и предотвратить избыточное накопление, или лучше скажем, накопление избыточных запасов в мировой экономике. Это фон, который локально позволяет нам все-таки делать акцент на то, что котировки нефти не просто так находятся на текущих значениях. И, мне кажется, если бы не распродажи, которые были вызваны, помните, комментариями, точнее, даже критикой Трампа в адрес ОПЕК в минувший понедельник, мы бы и сейчас продолжали держаться в районе 67-68, пытаясь коснуться все-таки вот этого уровня в 70. Нам много не надо, друзья, ждем, как и раньше, 69-70, фиксируем профит и, скорее всего, там будем искать уже уровни для продажи. Доллар иена 111.70, вялая динамика, вялые торги, доллару нужны новые катализаторы, вчера у нас локальный такой катализатор появился, это провальный отчет от EDP, репетиция перед Non-Farm Perils, 183 тысячи новых рабочих мест против прошлого, показателя в 300 тысяч, это тут же сказалось на динамике доходности американских облигаций и посеяло сомнения в том, что в пятницу выйдут хорошие данные. Я сомневался изначально, что в этот раз у нас будут хорошие цифры по Non-Farm Perils, потому что все-таки мы работаем сейчас с последствиями шатдауна, как я напоминаю, самого продолжительного за всю историю США. Поэтому цифры сильные я не верю, считаю, что это еще один повод, почему нужно сторониться длинных позиций по американскому доллару и ждать, когда на рынке накопится достаточный импульс с основания, чтобы все-таки продавить пару ниже отметки 111.50 и ближе к уровню 111.00. Также вчера организация стран экономического сотрудничества и развития понизила прогноз экономики США с 2,7 до 2,6%. Правда, под сокращением прогноза оказались не только Соединенные Штаты Америки, но и прочие крупнейшие развитые страны и развивающиеся рынки тоже. Это в целом отражает негативное настроение. Друзья, я думаю, что про это тоже не забывайте. Мы должны говорить фоном о глобальных рисках, из-за которых вот с некоторых пор говорят, что США могут оказаться в состоянии экономической рецессии. Ну, хорошо, может быть, это слишком громкое слово. Ну, кризиса, может быть, это подходит. Американский фондовый рынок. Понемногу мы продолжаем снижаться. 2.765 пунктов по S&P. Как я уже отметил в ходе вчерашнего брифинга, трейдеры ждут новые драйверы. Это и потенциальное соглашение между США и Китаем. До него, в принципе, еще не скоро. Это 2-3 недели в перспективе. То есть проще сейчас ориентироваться на Non-Farm Perils. И если вот статистика завтра разочарует, то американская фонда окажется еще ниже. Давид на S&P еще с сектора здравоохранения. Он потерял за последние несколько дней больше 1,8%. Это очень много. Если вас интересует тема, с чем это было связано, можете посмотреть, почитать про скандал. Опять же, относительного руководства, отвечающего за данную отрасль США. Ожидания прежние, друзья. Как минимум 2600 пунктов я планирую видеть. Это совсем скоро. Фунт против доллара 1.3180. Цели в районе 1.30 сохраняются. Мы продолжаем говорить с вами о переговорах между Англией и Евросоюзом. Точнее, лучше даже сказать о переговорах между парламентом и правительством Англии. Потому что Европейский Союз с ТРЗМ уже все согласовал. Но эти переговоры проходят очень жестко, очень тяжело. Об этом абсолютно недвусмысленно. Вчера сообщила Еврокомиссия. И также со ссылкой на Блумберг можем сказать, что три чиновника от ЕС, которые очень близки с ситуацией вокруг текущих переговоров, имена не назывались. Ну, конечно же, чтобы не скомпрометировать, это правильно. Но такой заброс негатива все-таки последовал. В общем, три чиновника из ЕС абсолютно уверены в том, что Англия не миновать жесткого Брекзита, как я привык говорить, со всеми вытекающими отсюда последствиями. И они охарактеризовали текущую ситуацию следующим образом. То, что в Лондоне укрепились абсолютно нереалистичные ожидания. Я считаю, что это так. Не знаю, на что рассчитывают оптимисты. Я ставлю на то, что Англия выйдет из ЕС, потеряв доступ к единому европейскому рынку и таможенному союзу. Евро против доллара. 1.1304. В начале брифинга я сказал, что ждем сегодня мягкой риторики Европейского Центрального Банка. Завтра детальнее поговорим об этом, безусловно. Но, по моим ожиданиям, мы как минимум имеем все основания закрыть сегодняшний день ниже отметки 1.1250. Но не забывайте, что волатильность априори будет значительная. И прежде чем мы определимся с направлением, рынок, скорее всего, походит. Доллар канадец 1.3441. Вчерашнее решение в процентной ставке в соответствии с ожиданием. Ее не стали менять. 1.75%. Я думаю, что не изменят в ближайшие месяцы. Вообще, наверное, учитывая политику ФРС в ожидательный курс с учетом сомнений американского регулятора в устойчивых темпах роста инфляции, можно было предположить, даже закрывая глаза на канадскую статистику, то, что Канада не будет торопиться с изменением процентных ставок. Но вот все-таки, наверное, основным триггером подождать для Банка Канады выступили последние отчеты по инфляции и по темпам экономического роста. Также вчера еще вышел индекс активности. Тоже, друзья, цифры очень плохие. 50,6% с 54,7% фактически на пороге вот этого водораздела, когда мы говорим о восстановлении и говорим о спаде. В общем, и промышленный сектор также начинает поджимать. Производительность труда тоже на минимумах спад до минус 0,4%. Ставки, друзья, повышать не будут. Значит, ослабление канадца абсолютно оправдно. Единственное, что ему сейчас может помочь, это рост нефти. Но нефтянка у нас, в принципе, стоит на месте в районе 65. И до тех пор, пока там движения не будет, мы сможем продолжать работать с восходящим ралли и ориентироваться на уровень 1,35. До него остается рукой подать. Австралиец против доллара, лоу вчерашнего дня 0,70,19. Что-то мне это уже напоминает. В конце прошлого года мы тоже очень долго боролись за уровень 0,70 и, в принципе, к нему подходили. Потом рынок, как назло, разворачивался. Я надеюсь, что сейчас нас вот так вот рынок катать не будет. Ждем поддержку 0,70. Напоминаю, что ранее мы положились на слабые данные по экономическому росту. На риторику руководства Резервного банка Австралии Филиппа Лоу. У нас правительное заявление Резервного банка Австралии. Нашли для себя аргумент, почему австралийцы нужно продавать в виде того, что ставки могут быть снижены дополнительно, и в виде угрозы и рисков со стороны Китая. Несколько часов назад вышли данные по уроничным продажам. Они также не дотянули до прогноза, который был довольно скромным. Но все равно до него не достали 0,1% с 0,3%. Я считаю, что это еще проявление фундаментальной слабости. Поэтому ни в коем случае сейчас не разворачивайтесь по австралийцу. Давайте ждать поддержку 0,70. Друзья, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Не забывайте, что сегодня нас ожидают очень волатильные торги. Контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов. Это очень важно. Это мое традиционное напутствие вам. Увидимся завтра. Всего доброго. До свидания.